Беларусь 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 В Спартаке заблокировано около 70 кораблей и 90 миллионов тонн аграрной продукции. Об этом 9 мая сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Из-за этого страна теряет ежедневно по 170 миллионов долларов, а мир недополучает провизию, что ведет к росту цен на продукты и продовольственному кризису. Он на этой неделе уже призывал разблокировать украинские порты, чтобы избежать голода в мире. Директором Национального исторического архива назначен человек — это генерал-майор Олег Войнов. Еще недавно он был помощником министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества. Воинову 55 лет, но родился в украинском Днепропетровске. Его родственники живут там же и сейчас. После нападения России на Украину они записали видеообращение, призывая его не воевать против Родины самому и повлиять на свое командование. Но где родня, а где погоны? Также Воинов внесен в один из санкционных списков Евросоюза. Предыдущего директора архива Дмитрия Цевича, работавшего в своей должности 10 лет, уволили в начале апреля. Вместе с ним уволился его заместитель Денис Лисейчиков. Лукашенко – мастер отрицательной селекции. К тому же количество приближенных в стране никем не пополняется, поэтому приходится раз за разом тасовать колоду и назначать людей на должности, которым они совершенно не соответствуют. Что говорить, если министром культуры Беларуси работает Анатолий Маркевич, который к самой культуре не имеет ни малейшего отношения. Всю жизнь он занимал административные должности, а Минкульт возглавил просто потому, что полковнику так виднее. Польша выдает все больше виз беларусам. За время войны в Украине наши граждане получили почти 7 тысяч разрешений. Данные польского МИДа показывают, что темпы выдачи виз заметно выросли за последнее время. Всего с начала политического кризиса было выдано почти 300 тысяч виз. Из них 130 тысяч рабочие, а 6 тысяч – студенческие. Также из Беларуси выехало более 30 тысяч айтишников по программе Poland Business Harbor. Кроме того, многие беларусы получили виды на жительство, дополнительную защиту или статус беженца. На апрель этого года в Польше проживало почти 50 тысяч беларусов с действующими разрешениями. Больше всего в Варшаве, Белостоке и Кракове. Кроме того, с начала года было подано 15 тысяч заявлений на легализацию, и больше половины из них получили положительные решения. К слову, в конце апреля вступили в силу новые правила пересечения польской границы на машине. Прежде чем заезжать непосредственно на границу, автомобили должны заехать на специальную стоянку перед пунктом пропуска, где формируется электронная очередь. Она действует на всех открытых пунктах пропуска. Существует два варианта электронной очереди. Первый – бесплатная регистрация по приезду на стоянку. Второй – заблаговременная и платная. Платить за въезд на стоянку накопитель ничего не нужно. Очередь по-прежнему будет зависеть от количества машин. Бронируя время заранее, вы сможете выехать из стоянки накопителя в течение часа в забронированное время. Друзья, завтра на нашем втором канале не пропустите ток-шоу «Народ спросит», в котором Екатерина Иерусалимская и Андрей Микрюков попытаются узнать, что в ближайшее время ждет фермеров и исчезнут ли с полых магазинов белорусские овощи. Какая судьба на фоне кризиса ждет бизнес и поможет ли упрощенная система поступления наполнить белорусские вузы студентами. Спасибо, что остаетесь с нами. Живе Беларусь и слава Украине!